Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки из шатра Авраама. И сегодня мы продолжаем цикл наших уроков. Это у нас сегодня седьмой урок на тему иудаизм и христианство, развитие отношений. Вот и почему важна эта тема? Развитие отношений – это процесс. И этот процесс был абсолютно разным. Он разный был в прошлом, сейчас, в будущем. Это все уже прописано в пророках. Поэтому нам с вами интересно понимать, почему иудаизм и христианство. Все-таки христианство – это отдельная религия. Но начало она свое взяла из иудаизма. Тора была дана на иврите, дана была евреями. Все, что написано в Библии, писалось тоже на еврейской территории, скажем так. Все ученики были евреями. То вот важно это понять. Хочу сказать о важности. Это седьмой урок. О последовательности этих уроков. Кому интересно, конечно, важно прослушать шесть предыдущих. Потому что мы берем какую-то одну тему и разбираем ее. Одну тему и разбираем ее. И когда так последовательно, у человека может сформироваться какое-то тогда понимание и мировоззрение. Сразу хочу сказать, что цель вот этих вот уроков – это возбудить желание задуматься и что-то улучшить в своей жизни. Потому что, ну, точно Всевышний не хотел, чтобы люди разделились на разные религии. А Всевышний хотел, чтобы люди любили друг друга, верили в единого Бога, жили согласно Его воле и Его установлений. И привели эту землю в райский сад. Ну, чтобы было хорошо жить на земле. Вот. И поэтому он дал нам свое Синайское откровение. То, что называют Торой. Чтобы мы оттуда черпали знания, которые он дал. Это было все записано на иврите. Но потом разные религии, они же берут свое начало оттуда. Но религии почему-то назвались по-разному. То стало христианство, потом родился ислам. И выясняли отношения, причем военным путем. Кто прав. И таких кровожадных войн, как религиозные войны, даже экономические, по-моему, попроще. Вот. И мы можем увидеть, что действительно религиозное вот это противостояние, оно всегда превращалось в физическое насилие. Мы это видим прямо в первой книге Торы, когда брат убил брата, Каин убил Авеля. Ни где-то, ни за наследство родителей, ни за какие-то там привилегии. А убил его на жертвенника Всевышнего. То есть ревность, что Всевышний жертву Авеля принял, а жертву Каина отверг. То есть вот эта правильность мышления, правильность религиозного мышления приводит иногда к убийству людей. Люди хотят отстаивать свою правоту, вместо того, чтобы изучить откровение, то, что Бог нам о себе открыл. Вот. Поэтому еще раз хочу сказать, цель вот этих вот уроков единственная, чтобы мы могли задуматься и улучшить что-то в своей жизни. Потому что Тора, она дана была людям для того, чтобы они с помощью этих божественных знаний, которые приносят силу и приносят гармонию душе, чтобы они улучшили свою жизнь благодаря вот этой связи с Всевышним. Дальше хочу сказать, что вот это откровение Всевышнего, оно дано было на горе Сина еврейскому народу, но оно дано было для всего человечества. И так и было сказано, что Всевышний сказал, вот я вас, евреев, маленький народ, назначаю священниками. Вы будете народ священниками, вы станете света, чем народов. И мы видим, что в этом Синайском откровении, если так глубже посмотреть, есть как бы два послания. Одно послание есть здесь сугубо еврейскому народу, как народу священников. И там речь идет о заповедях, которые надо соблюдать в земле Израиля. Заповеди Коэном, Левитом, заповеди по отношению к храму. И это заповеди сугубо для еврейского народа. И вторая часть, там есть общечеловеческие заповеди, которые полезны и положены любому человеку, невзирая на национальности. А мы знаем, что первоначально было 70 национальностей на земле. Сейчас уже больше другие какие-то народности появились. Но изначально от трех сыновей Ноаха, которые после потопа спаслись, у трех сыновей родило 70 детей. Поэтому вот это 70 детей, это были внуки Ноаха. И от них произошло 70 народов. Когда Всевышний разделил их языки, произошло 70 народов, 70 национальностей, 70 культур. Но Всевышний дал им одни и те же законы всем, поставил радугу символов этих законов. Мы сегодня немножко об этом поговорим. Поэтому очень важно понимать, что вот эта Тора, она была не только для евреев дана, но какие-то заповеди и законы были даны только для евреев. Вот мы сегодня попробуем навести в этом порядок и понять. Вот в чем есть сложность? Мы сегодня поговорим на такую тему. Закон и благодать. Закон и благодать. Ну, люди могли слышать такое выражение. Слышали вы кто-нибудь слово благодать? Слышали. Вот если сейчас дать ручку и бумажку каждому человеку и написать изложение по этому слову, каждый придумает свою формулировку. Это будут совершенно разные понимания. Слово благодать слышали? Да. А что это? Каждый это по-своему понимает. Каждый по-своему понимает. Вот. Благодать. Благодать. Вот. Хорошо сказали. Коротко и понятно. Благодать. Ну, мы посмотрим немножечко формулировок. Мы понимаем, что сегодня не у всех однозначное отношение к этому. Не у всех однозначное отношение. Это слово больше используется в христианстве. Но отношения у всех по-разному. Каждый это слово понимает по-разному. Поэтому мы возьмем несколько выражений. Но в чем действительно проблема? Проблема вне точности формулировок. Вот почему важно, чтобы были точные формулировки. Потому что неточность формулировок дает человеку возможность довоображать и допридумывать так, как человек сам себе может придумать реально. Есть интересный пример. Помните, как в Ганедене, в Эдемском саду, когда женщина по имени Хава, она же Ева, она разговаривает со змеем. И змея говорит, вот плоды какие хорошие, вкуси плодов. Она ему говорит, что Всевышний запретил нам, сказал, не ешь от этого дерева и не прикасайся к нему. То есть там нам комментаторы говорят, там где Всевышний говорил, он не говорил, не прикасайся. Это она уже добавила себе. Знаете, как религиозные люди, они думают такое себе навыдумывать, такие придумать себе какие-то непонятные вещи, которые Всевышний даже про такое не слышал. Но они это делают частью своей религии и усиленно в этом верят. Так вот, Всевышний не говорил, не прикасайся. И Медраж нам объясняет, что сделал хитрый змей. Он взял ее и подтолкнул. И она дотронулась до этого дерева. Он говорит, видишь, прикоснулась, ничего страшного. А ты говоришь, что нельзя прикасаться. Так так же самое и скушаешь плоды, тоже ничего страшного не будет. Улавливаете идею. А написано же как? Она же уже смотрела на дерево. И она видела, что она приносит знания. И она себе навоображала уже. Поэтому, когда нет точности формулировок, человек может себе навоображать как угодно. Навоображать как угодно. Поэтому, когда идет слово благодать и нет точной формулировки, что это и о чем это, Человек может довыдумывать, довоображать как угодно. Причем каждый по-разному. Я назову несколько выражений, которые всегда на слуху у верующих людей. И мы немножко поговорим, как на самом деле было в Торе сказано об этом. Вот несколько таких выражений. Законом не спасается никакая личность, а спасение по благодати. Вот услышьте только внимательно. Законом не спасается никакая личность, а спасение по благодати. Мы не будем говорить на тему спасения. Мы говорили вот из тех шести уроков, мы говорили, что такое спасение. Потому что спасение в иудаизме и в христианстве это совершенно разная идея. В двух словах я вам скажу. Всевышний учит нас не быть эгоистами. И когда идея, так у многих людей, я от многих так слышал, что идея спасения это чтобы душа была спасена и она попала в рай. Ну смотрите, когда человек живет с таким мировоззрением, что я должен жить по заповедям и молиться Богу ради того, чтобы получить потом рай, то чем это отличается, если я буду соблюдать заповеди, чтобы мне деньги дали, чтобы у меня машина хорошая была, чтобы у меня дом хороший был, ну чтобы еще что-то у меня было. То есть я все делаю ради себя. Только машина это в материальном мире, а рай это меня надо так убедить, что это еще лучше, что здесь все не важно. А что там меня ожидает на самом деле большая какая-то привилегия. Ну я не знаю, что там меня ожидает. Я здесь живу на земле. Это я знаю. Это нам открыто Всевышним. И поэтому вот эта идея, что человек приходит сюда, душа, чтобы спастись, так зачем душа приходит сюда с небес? Если Всевышний вдохнул душу в тело, душа пришла с небес в этот материальный мир, в этом материальном теле. Для чего? И ее задача получается высший пик. Это отсюда убежать, чтобы обратно вернуться в рай? То, конечно, нет. Это не является само целью. И поэтому вот это слово спасение в иудаизме это совершенно иное определение. Мы еще с вами немножко об этом поговорим. Дальше такие вот слова. Закон. Закон. Это детоводитель ко Христу. То есть другими словами, что такое закон? То есть закон. То, что было... Ну понятно, что такое закон? Закон. Даже если взять земное царство, оно отображает невестное. Если, например, закон юридический и закон какой-то административный. Это же понятна разница? Юридические законы никто не отменял. Если ты их нарушил, там написано за это 3 года, за это 5 лет, если несколько человек, групповой там 8 лет и так далее, и так далее. Закон. Есть наказание. Это закон. И тут вот это же слово, которое мы все понимаем как закон. Говорится, что закон это детоводитель ко Христу. То есть это как детский сад для фарисеев. Что это фарисеи занимались законом, но Христос как бы он типа закон этот пригвоздил ко Христу. Вот так как-то говорится. И что ваша фарисейская праведность, типа это маленький уровень. А Иисус своим ученикам, говорю, вы должны гораздо больше праведность показать. Что если вас ударят по щеке, подставьте другую щеку. И так далее, и так далее, и так далее. Например, история про блудницу, да, которая про блудницу история. Приходят к Иисусу и говорят, вот эта женщина в прелюбодении была поймана. Моисей в своем законе приказал таких побивать камнями. То есть смертная казнь. А что скажешь ты? И там выводится такой пример, что он ее помиловал. И так далее. То есть как бы полностью стирается вот эта идея закона. А дается идея, что он умер за нас, за наши грехи. Это называется благодатью. И так далее. Еще некоторые выражения сказаны так. Жало смерти грех, а сила греха закон. Но вы освободились от закона, чтобы служить Богу верой. То есть выполнение закона, другими словами, это не важно. Главное это верить. Верить это главное, а выполнять закон это не важно. Ну улавливайте идею. Я опять хочу сказать, не все христиане так понимают. Я вот сейчас читаю цитаты из того, как написано. Но люди, которые не очень глубоко изучают, немного тратят на это время. Вот как можно, как читаю, так и могу дофантазировать. Верить в Бога, это важно. А как я уже там делаю, это уже такое. Мне все простится. Потому что милость теперь, это все самое главное. И дальше сказаны такие слова. Вы освободились от закона, чтобы служить Богу верой. Вы вводимы Духом Божьим, а не Законом. Такие вот интересные формулировки. Дальше сказано. Закон дан через Моисея. Закон дан через Моисея. А благодать и истина через Иисуса Христа. Хотя сам Иисус, уловите, сказал, это Матфея, 5 глава, Нагорная проповедь. Я не пришел отменить закон или пророков. Дальше он больше говорит, говорит, кто так научит, тот наименьшим наречется в Царстве Божьем. Отменить закон и пророков, сам Иисус говорил, никогда этого невозможно. Отменить закон невозможно. И пророков невозможно. Поэтому мы понимаем, что когда говорят, что это так цитируется в христианской религии, то мы понимаем, что сам Иисус так никогда не говорил. То, что Он говорил, учение Иисуса, еврейского человека, праведного человека, это было одно. То, что уже сформулировано было религией и прописано как доктрины, это совершенно другое. Иисус этого никогда не говорил. Теперь вот эта вот идея. Закон дан через Моисея, а благодать истина через Иисуса Христа. И вот эта формулировка как раз она делит нашу вот эту дискуссию на две части. На две части. И мы немножко сейчас последовательно начнем вот это разбирать. Вы уловили идею, да? Что как бы вместо закона теперь что-то круче пришло. И мы не живем теперь по законам, а мы живем верой. Теперь начнем немножко разбирать. Вот само выражение Тора. Это произошло от слова Гоорец. Гоорец это указание. Это указание. Это указание, это закон. И мы немножко сейчас, мы сделаем очень просто. Мы не будем в глубокие какие-то тонкости внедряться. А просто разберем вот, что такое указание. То есть есть такое понимание, как воля Всевышнего. По-русски это переписывается. Закон, указание. Это воля Всевышнего. Что такое воля Всевышнего? Всевышнего это заповеди, которые называются неделой. И за нарушение этих заповедей есть наказание. Наказание, проклятие. Многие проблемы приходят в жизнь человека. Когда он нарушает запреты Всевышнего. Это то, что называется воля его. То, что называется закон его. А есть заповеди, которые называются мудрость Всевышнего. И они как бы не облагаются юридическим таким состоянием. Да ты сам решай. Вот как, например, в жизни. Если ты убьешь человека, тебя посадят в тюрьму. Там на сколько-то лет. Учитывая обстоятельства. Так же? Но если ты, например, будешь курить. Или ты не будешь заниматься физкультурой. Говорят, занимайся физкультурой. Правильно питайся. А ты же, я не хочу, я хочу. Так ты жизнь укорачиваешь. А я хочу. Тебя в тюрьму никто не посадит. Почему? Тебе дана мудрость. Ты можешь пользоваться. Можешь не пользоваться. Дана мудрость по поводу, как созидать семью. Можешь пользоваться. Можешь не пользоваться. Но если ты не будешь пользоваться, будет у тебя семья, как говорится, Азохенвей. Ну хорошо, но тебя никто не посадит в тюрьму. Но если ты, например, будешь избивать свою жену. И она подаст на тебя заявление. Тебя посадят в тюрьму. Есть разница, закон или мудрость. Это очень важно. Вот эти два направления важно понять. Теперь дальше, тоже без тонкостей. Мы поняли, что часть Торы, она адресована только еврейскому народу, как народу священникам. Особенный стиль жизни дается. Как верить во Всевышнего. Как воспитать поколение. Как следующее поколение. Как тысячи лет сохранить веру на земле. Сохранить Тору на земле. Сохранить вот эти знания, которые мы сегодня с вами все можем учить. В самых трудных и сложных обстоятельствах. И еврейский народ это сделал. Именно благодаря тому, что они соблюдали. Кто-то всегда оставался. Как говорится, какой-то остаток. Всегда оставался, и они соблюдали Тору. Как мы видели, например, в Египте не все попали в рабство. А левиты не попали в рабство. Они сохранили все эти знания, все эти законы. Все это сохранялось. И потом другие в лучшие времена смогли это обратно учить. Вытянуть это наверх. И начать воспитывать на этом своих детей. Поэтому часть Тора, она адресована только евреям. И где вы это видим? Мы видим, было сказано, слушай Израиль. То есть обращение конкретно к Израилю. И там дается 10 заповедей. Знаете, часто люди говорят, 10 заповедей, 10 заповедей. Но кто не углубляется в тему, мало кто понимает, что эти 10 заповедей, они даны были еврейскому народу. Ведь если разобрать все заповеди, которые там даются. Смотрите, 4 заповедь, например, сказано так. Чти день субботний. Как его чтить? Шесть дней работай. А седьмой день суббота, Господу, Богу твоего. Не делай никакого дела и так далее, и так далее. То есть это закон. О чем он говорит? Запрет. Запрет. Делать определенные виды работ в субботу. И это было сказано, слушай Израиль, только евреям. Долгие годы идет вокруг этого шаббата, вокруг субботы, воскресенья. Долгое время идет диалоги. Многие даже христианские религии пытались делать. Есть такие люди, субботники, которые сказали, что Бог нам заповедал соблюдать субботу. Так вот смотрите, вот тут очень важный момент. Что тут важно понимать? Что Всевышний никогда не давал субботу другим народам, как закон. Что такое закон? Как обязанность. Обязанность. Закон это обязанность. Как обязанность это соблюдать. Другой вопрос, а имеет ли право человек какое-то особенное отношение проявлять к субботе, если он понимает, что ему это выгодно. Если он все это изучит, поймет, что такое суббота, какая энергия сюда приходит, как он может ее тоже получить. И он скажет, и я хочу тоже к этому дню приобщиться. Я хочу. Не Бог мне повелел, а я сам хочу. Конечно, может. Любой человек может, осознав что-то хорошее, к этому приобщиться. Ну, такой пример. Люди поняли, что физкультура полезна, начали заниматься. Люди поняли, что плавание полезно, начали заниматься. Люди поняли, что травы пить полезно, начали заниматься. Люди поняли, что шаббат это полезная вещь для души человеческой. Почему говорят шаббат шалом? Что какое-то правильное отношение к субботе, правильное отношение вместе с еврейским народом, может дать какую-то тоже полезную вещь. Пожалуйста, приобщись. Но это не закон. И поэтому, когда люди попытались сказать, это часть нашей религии, это неправильно, Бог никогда народам не говорил это делать. Это было сказано, слушай Израиль, как народам священникам. Сугубо для них даны были вот эти 10, то что называют заповеди, правильно сказать, речений. И наши мудрецы разделили, высчитали там, мудрецы, что вот эти вот 10 законов, вот эти речения, это как конспект, где написаны цитаты. И когда эти цитаты раскрыть более широко, потому что не делай дело в день субботни, а какого дела? А то, а то, а то. То надо эту цитату расписать теперь на разные-разные-разные тонкости. И мудрецы посчитали для народа священников, что есть 613 таких законов, которые делятся, это 365 запретов, которые звучат не делай то, не делай то, не делай то, не делай то. И 248 заповедей, обязывающих к исполнению. И это только для евреев. И все евреи с детства в школах, все учат вот эти законы, что можно, что нельзя, почему можно, почему нельзя, с внутренними смыслами, с комментариями. Это для народа священников. Теперь сказано, что сказано о других народах. Чтобы легче понять, хорошо забежать немножко вперед. Вот написано, что будет происходить с народами. Что придет время, когда народы осознают эту идею, что Тора была дарована для всех, что это не только для евреев. Потому что огромная часть, то, что есть в Торе, это для всех народов. А именно то, что мы с вами говорили, это семь законов, которые Бог дал для всего человечества. И кучу, кучу, кучу мудрости, которые народы могут там изучать и применять в своей жизни. Мудрости именно. Но законов там семь. И мы сейчас разберемся, откуда идут корни. И сказано, что в будущем, что сделают народы? Они поймут тщетность учения предков. Что такое тщетность? Это как бы пусто, пустота. Это вот мужчины поймут, тебе дали вино, и говорят вино, ты попробовал вода. А там вина вот столечко, а воды вот так. Пустота, чета. Чета и пустота. И так же самое народы поймут, что да, дали какие-то законы, какие-то истины. Но это слишком мало для того, чтобы построить нормальную, здоровую духовную жизнь. Чтобы быть здоровым и материально, и духовно. Не просто религиозным человеком с такими горящими глазами. А чтобы у тебя в материальном мире был достаток. Чтобы в семье был порядок. Чтобы в душе был мир. Это же надо построить все, да? И народы скажут, что маловато унаследовали мы от своих предков. И придут взять иудея за цицит. Что такое цицит? Вот эти вот веревочки, которые являются символом законов и заповедей Торы. И это сказано, что народы захотят познакомиться глубже с тем откровением, которое действительно Бог дал на горе Синай. И они захотят изучить законы в первую очередь. Почему? Потому что мудрость это хорошо. Но первое, что надо изучить, это надо изучить законы. И поэтому, когда людям все время говорят, что закон Всевышний отменил, что теперь благодать какая-то. Вообще выражение, когда нет закона, оно переводится как беззаконие. А мы знаем, что беззаконие это всегда было начало проблемы. У любого народа причем. Мы сегодня немножко посмотрим. С чего начался потоп? Люди начали грабить. Люди начали заниматься развратом. Извратила всякая плоть пути. Начали заниматься бандитизмом. С этой точки началась подготовка к потопу. Потому что они закон приступили. Не потому что они что-то разрешенное делали. А потому что они нарушили запреты Всевышнего. То же самое было во время Вавилонской башни. То же самое вот в нашей книге «Исход». Мы с вами на первом уроке изучали. Когда наполнилась ими страна, когда евреи перестали жить согласно своих законам. И решили стать как все. С этого момента начинается точка проблемы. Поэтому сама идея отмена законов это очень опасная идея. И мы видим, что откуда берется точка отчета. Мы видим, что когда был потоп. Когда люди делились на народы. Когда Ноах и его семья спаслась. То Всевышний заключает с ними Ветхий Завет. И вот там вот проговариваются эти законы. Эти законы не были сказаны в строчку. Но мудрецы наши, кто захочет, может это найти. Сегодня куча информации, откуда выводятся эти законы. Это из устной традиции. Выводятся эти законы уже в строчку. Чтобы человек их мог понять. И там что находится? Там находится шесть запретов. И одна заповедь, обязывающая к исполнению. И в свидетельство этого семь вот этих законов. Всевышний ставит радугу. И говорит, радуга там, где есть семь цветов. Она будет символом печать. Вы будете смотреть на радугу. И помнить свою ответственность. Не нарушать вот эти семь. Не нарушать вот эти семь. Не лимитируется добро, которое может делать человек. А лимитируется, ограничивается нарушение запретов. И он говорит, вот эти семь. И что это за семь? Перечислим их. Не поклоняться идолам. Не осквернять имя Всевышнего. Не убивать. Не воровать. Не прелюбодействовать. Не есть мясо от неубитого животного. Каждый этот закон, запрет. Можно расширить, расписать. Понять смысл. Например, не есть от убитого животного. От неубитого. Задается вопрос, какая разница Всевышнему. Как я кушаю животное. Мертвое оно. Машина избитая. И полуживое. Я уже его на бифштексы режу. Ну и Всевышнему есть до этого дела. Ну, наверное, есть. Раз написано, надо это изучить. Надо это понять. О чем идет речь. Так же? Это просто дается закон, который надо больше глубоко изучить. И понять, о чем идет речь. И вот этот один положительный, обязывающий к исполнению создать в каждом населенном пункте справедливую судебную систему, которая будет смотреть, чтобы в этом населенном пункте не нарушались вот эти законы Всевышнего. Вот так было задумано Богом изначально. Пока люди эту систему не нарушили, не потеряли, не переначали и так далее. Интересный пример. Вот мы возьмем, например, часто вот эти же места Писания, которые говорили, отменил закон, теперь благодать. Но если посмотреть, что там действительно написано, вот вы сами можете проверить. Есть там книга «Деяние», 15 глава. И там время, когда вот эти еврейские люди, еврейские ученики Иисуса, когда они начали, ну, уже их последователи, начали распространять это учение в другие страны. В Антиохию, в Сирию, в Киликию. Там вообще не было веры в то время. Там были люди-язычники. Они поклонялись именно идолопоклонниками были. Они поклонялись разным идолам, разным богам были, разные вот эти всякие культуры. И туда пришли вот эти вот люди, которые, ну, понимали Тору. Первые люди, которых, как бы, начали называть христианами последователи Иисуса. Самые первые люди еще до всех соборов, до религии. И что они делали? Там в «Деяниях» 15 главе, там сказано, что они селись и провели такой собор. И сказали, что не надо обременять язычников, а давайте напишем им. Напишем, то есть давайте создадим для них закон такой. И не будем их обременять, потому что говорят, что надо ли делать обрезание, надо ли соблюдать субботу. Это все язычникам Бог никогда не говорил. А что мы им напишем? А мы вернем их вот эти заповеди, которые даны были после потопа. И там так и сказано, что они, давайте им скажем, чтобы они не занимались идолопоклонством, чтобы они не убивали, не прелюбодействовали, не кушали кровью давленины. Что имеется в виду? Это человек, который не понимает Тору. Он трудно понять, что это говорится. И люди переначали этот закон. Кровянку есть нельзя, еще что-то нельзя. Там совсем о другом говорится. Возвращается вот тот закон, не есть от убитого животного. Давайте им вернем их те законы, которые Бог дал народам от начала. И не будем их обременять еврейскими тонкостями. Потому что Бог им никогда этого не давал. Потому что там начинали люди думать, а может и мы будем обрезаться. Это закон для нас или нет? Нет, это хорошее медицинское явление. Но это не является законом для других народов. Может быть, как медицинское явление. Сегодня мир, например, рассмотрел, что это полезное дело. И для воспитания сына это полезное. И для его физиологии это полезное. Это хорошо, можешь делать, пожалуйста. Но это не является религиозным законом. И вот эти вот были тогда споры, как это все, шаббат, какой день сделать для Бога. Но мы видим, что изначально ничего нового было возвращено то, что действительно было от Бога. Это же было прописано в Творе. Потому что мы откуда знаем все вот это? Это же написано в книге Берейшит в 9 главе. А это все даровано было на горе Синай. То есть это там была поставлена последняя точка. И отсюда мы все это узнаем. Так если мы верим в это, мы же не можем в это верить, в это не верить, в это верить, в это не верить. Все, что даровано было на горе Синай, это все есть божественное откровение. Просто каждый там должен найти свою какую-то линию, свою пользу. Еврей найдет для себя, нееврей найдет для себя. Каждому там все прописано. И не надо залазить на территорию другого. Вот о чем это рассказывается в Библии. И теперь немножко один пример, как попираются законы, когда люди не понимали еврейский смысл в еврейских текстах. Есть интересный пример такой, вот в Библии тоже. Приводят к Иисусу, он сидит с учениками, приводят к нему блудницу. То есть женщина взята в прелюбодеянии. И говорят, что смотри, учитель, вот женщина эта взята в прелюбодеянии. И Маше сказал убивать таких камнями. То есть она заслуживает смертной казни. Ну для тех, кто удивится сейчас, скажут, какие жесткие законы. Да, в то время были такие жесткие законы. Потому что рассматривалось это так. Прелюбодеяние считалось, когда человек спит с замужней женщиной. То есть он разбивает семью. Он разрушает счастье детей. Ну фактически он кидает бомбу в жизнь другой семьи. Влазя туда со своей похотью, со своими какими-то желаниями. Это рассматривалось так. И если ты хочешь убить целое семейство, разрушить их счастье, их жизнь и идиллию ради своей похоти, то надо лишить тебя такого удовольствия. И была смертная казнь в то время. В то время была такая смертная казнь. Причем это же не был закон Моисея. А это был закон Бога, который Бог через Моисея дал народу. И вот они приходят. И говорят, вот учитель, и кто слышал эту историю, какая там развязка. И вот многие говорят, вот эта история про милость Бога. Что он ее пожалел, и он ее помиловал. Но там совершенно другая история. Там этот рассказ, он не о милости Бога. А он наоборот, он о справедливости еврейского суда в то время. И человек, который хоть немножко понимает еврейские законы, и ту традицию, и то, что тогда происходило в те времена, он совсем с другой позиции может рассмотреть это. И мы сегодня немножко с вами попробуем понять, что там происходило. Дело в том, что еврейский суд, ну так он состоял в то время, что без свидетелей не мог приговор вынестись в исполнение. Поэтому приглашали два кошерных свидетеля. Должны были быть свидетели, которые были доверия. Потому что такой суд был, из мудрецов Торы состоял. То есть это должны были быть люди, которые соблюдают законы, соблюдают там заповеди, шаббат и так далее, и так далее. Нигде не были замечены как разбойники. То есть они были авторитетные свидетели. Их должно было быть обязательно два. И первые эти свидетели приводили закон в исполнение. Почему была особенно еврейская заповедь? Не лжесвидетельствуй. Потому что это большая ответственность. Все решалось судом. Суд был жесткий, с одной стороны. Но очень справедливый. Потому что должно быть два свидетеля. И потом они сами приводили приговор в исполнение. Они первые кидали камни. Ну была такая казнь, побивали камнями, например. И они первые должны были кидать камни. Получается, если они говорили ложь, то они были как бы убийцами. И потом эта ложь вскрывалась. И их первых бы, самих бы, они бы сами заслужили смертную казнь. Если они свидетельствовали ложь про человека, говорили, да, я видел, он украл. И человека сажали, ну допустим, тогда не было таких. Ну я просто, например, говорю, вот сегодня бы посадили бы на пять лет. То когда вскрылась бы эта идея, что человек сказал ложь, его самого бы посадили на пять лет. Просто раньше не было таких сроков. Ну идея сама понятна. Поэтому, возвращаясь к этому пониманию, к нему приводят блудницу. Они говорят, учитель, Моисей сказал побивать таких камнями, что ты скажешь? И что он им сказал? Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень? Услышьте, что это говорится. Кто из вас первый без греха? Он говорит, вы пришли как к судье, вы хотите быть кошерными свидетелями. Если вы такими, да, действительно являетесь кошерными свидетелями, и у вас есть право обвинить ее сейчас в смертельном грехе, то тогда и приведите приговор в это исполнение. Они, конечно, в себе каждый покопался, потому что все они были грешники. И не имели права выступать свидетелями. И они поняли, это была угроза их собственной жизни. И они как эгоисты разбежались. Кстати, в древности, чтобы вы знали, очень часто так приговаривали блудников. Вот я слышал в каком-то одном из местечек, что делали, когда ловили такого прелюбодея, который разрушает чужие семьи, его привязывали между двух деревьев. Так вот привязывали, а потом раз, и его разрывало пополам. И объясняли они так, что муж и жена – это одна плоть. И потому что ты оторвал кусок плоти от другой семьи, ты как бы разрушил, да, располовинил. То так же самое мы сейчас сделаем и тебе, чтобы ты понял, как лезть в чужие. Вот такие были суровые законы в то время. И вот здесь тоже, ну, время было такое. И здесь как раз происходит такая вот идея. Люди говорят, не-не-не, мы не готовы, они ушли. Что он ей говорит, Иисус? Он говорит, иди, тебе повезло, и не греши больше. В чем ей повезло? В том, что не было кошерных свидетелей. Что да, это милость Бога, так получилось. Но это говорит о справедливости еврейского суда и о справедливости законов. Что закон нельзя было попирать. Он был установлен, и его четко надо было соблюдать. И это писалось в первых христианских книгах. Просто потом все это стерлось, все это потихоньку разошлось. Ну, сегодня мы знаем, в каком мы времени с вами живем. Мы считаем это вообще смешно. Ха-ха. Все прелюбодействуют по собственному желанию. Это не совсем ха-ха, как кажется. Просто мы никогда этому не приводили анализ, глубоко не размышляли об этом. Человек, который это делает, он это все поймет. Поэтому вот такая вот формулировка, что делами закона не оправдывается никакая личность, что мы не живем по закону, а по благодати, дает человеку возможность воображать как угодно. Мы не живем по закону, а живем по благодати. Мне все будет прощено, все милость сегодня, Бог меня за все помилует. Понимаете? То есть, я еще раз хочу сказать, не все так понимают. Но вот такая формулировка, вот такое написание, вот это стирание границы, оно дает возможность человеку вот так вот думать, как хочешь. Я хочу привести такой еще один пример, вот все-таки насколько важен вот исполнение законов. Вот есть такая книга тоже по-гречески называется, она Паралипоменон. Второе Паралипоменон, там 34 глава. Ну, я специально беру христианское такое название, чтобы можно было проверить. Вот там речь идет о царе Ошеа. И сказано, что 31 год он царствовал в Иерусалиме. И в 18-й год своего царствования он стал очищать землю от идолов и стал очищать дом Бога. То есть, вот такое просветление. Все рощи стал эти идолопоклоннические вырубать. Все, дом Всевышнего стал очищать. И написано, что он нашел там книгу закона, данную рукой Маше. И так и называется книгу закона. Ни мудрости, ни как закона. Есть воля Бога, это самое важное, чтобы люди не разрушали, не нарушали. И дальше в 21-м стихе сказано, гнев Божий приходил на нас за то, что не соблюдали закон. И это не значит, что они не верили в Бога. Они верили, что Бог есть. И приспокойненько наплевали на все законы, которые он дал. Сегодня тоже так. Вот вы выйдете на улицу, спросите у любого человека, вы верите в Бога? Он, конечно. И приспокойненько нарушает все, что только можно нарушить. Так вот там сказано, что гнев Божий приходил за то, что не соблюдали закон. Все верующие люди, но не соблюдали закон. Что делает этот царь Оша? Написано, что он обновил завет с Богом. И повелел всей стране выполнять законы, написанные в этой книге. И началось вот это. Люди стали изучать, вернули это как закон. И сказано, и стали выполнять его от всего сердца и души. То есть с радостью и вдохновением. Вот, поэтому законы вот эти Бога, когда человек их поймет, когда он их примет всем своим сердцем, когда он осознает, что это для него большое благо, вот тогда он будет не просто, знаете как, а то законы это что-то страшное у людей, ну ассоциируется. Он будет все эти законы, он будет понимать, что это его безопасность, что это его будущее, что это его благословение, что именно в этих рамках будет хранить его Всевышний. И я хочу еще один такой пример. Вот знаете, дети рисуют, когда их учат рисовать, им часто рисуют контур, а потом они раскрашивают внутри, а потом получается пятно такой рисунок. И вот мне нравится эта идея, смотрите, вначале вот когда художники учат рисовать, рисуют контур и говорят, главное за контур не выходи. Здесь ты уже можешь там более плотно раскрасить, менее плотно раскрасить. Но если ты не выйдешь за контур, и будет какое-то очертание, будет пятно. И объясняют нам вот, ну, каббалисты как бы рисуют эту схему и говорят, что такое контур. И контур это законы Всевышнего. Это вот это его воля, которую нельзя нарушать. А внутри это что? Что такое вот эти линейки? Это точки. Есть множество-множество хороших явлений. Ты можешь людям помогать, больных проведать, пожилых уважать, дзнаку давать, больницы строить, детей учить, что угодно. Ты можешь множество-множество. И когда ты соединяешь эти точки, вот эти все раскраски, это соединяющиеся точки. И чем больше их у тебя, чем больше доброго, хорошего, позитивного ты делаешь, тем твое пятно, оно красивше становится. Но если ты выйдешь за рамки, это уже совсем другой рисунок, совсем другая жизнь. И вот точно так же тут есть законы, есть воля Всевышнего. А есть много-много-много-много добра. И никогда, 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 ни в одной религии Всевышний это не отменял. Потому что это даровано было в Торе. И первые христиане четко это понимали. Они говорили, давайте не будем обременять еврейским другие народы, а восстановим им то, что их Бог дал. А кто захочет больше мудрости учить, так закон Бога написано, проповедуется в синагогах каждую субботу. Пусть идут и учат на здоровье. Но вот эти законы мы им напишем и мы им пропишем. Вот. Вот такая вот идея. Поэтому каждый должен задуматься. Это к чему нас побуждает? Более серьезнее относиться вообще к тому, что делать нельзя. Да. А когда человек осознает это через Тору, через понимание, что Всевышний дал нам эти законы не потому, что он сердитый или злой или хочет нам хуже. Он хочет, чтобы мы это все поняли. Вначале мы ему просто доверились. А потом начали все это изучать, полюбили это все и стали жить такой жизнью с радостью и благословением. Чего я всем вам и желаю. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.